Около 30 квадратных метров для чистого творчества. Несмотря на скромные размеры, в день открытия новая галерея приняла несколько десятков ценителей искусства. На их суд свои работы представили три выпускника частной художественной школы ArtL. У нас накопилось огромное количество уже высокохудожественных произведений, которые необходимо просто было показать городу и предоставить возможность молодым художникам где-то это выставить. Это итог 13-летней работы школы живописи и графики ArtL. Ирина Путноки, Элиза Мамардашвили и Сергей Кучеров. Все эти юные мастера учились у запорожского художника Антона Шеретова. Подобная выставка для них – творческий дебют. Выбрали почему нас, потому что мы просто чаще к нему ходили и больше работали. Поэтому у нас больше работ, поэтому выбрали нас. Отлично. Можно так сказать. Можно и так сказать. Хотелось бы просто пожелать зрителю, чтобы он получил подлинное удовольствие от просмотра этих работ. После тяжелого трудового дня это, конечно, приятно. Люди устали, мне кажется, от серости. Особенно сейчас такой период времени, март. И заходят яркие краски, особенно цветы внимания обращают и на море. Отзывы хорошие. Две картины уже продалось. Один этюд и одна гуашь тоже море. Сколько примерно в среднем стоит Ваша работа? Ну, цены здесь указаны. Здесь есть, наверное, средняя цена около 500-1000 гривен. Это такие вот средние цены. Насколько я знаю, в галереях подобного уровня, в Киеве, в частности в Киеве, да, может быть, в Днепроветровске, там цены на порядок дороже. Краски сейчас дорожают, кризис. Поэтому, на самом деле, цель разная, коммерческая и некоммерческая. Этюды, пейзажи, натюрморты и даже иконы. Галерея «Артель» дала возможность молодым художникам полноценно проявить свой талант. Спонсоров не было, отмечает Антон Шеретов. Говорит, купил это помещение за свои деньги. Сам сделал ремонт и пригласил сотрудников. Все ради искусства. Ни со стороны властей, ни со стороны частного капитала, со стороны никакой помощи оказано не было. Поэтому, действительно, ну, скажем, на каких-то этапах было довольно-таки трудно. Но ни малейшего сожаления о том, что я делаю, у меня не возникает и не возникнет, я думаю. В нашем месте мое быть такие галереи, очень-очень много. Вы как конкурентов не рассматриваете? Абсолютно нет. Тем более, что это молодые художники, и я не вижу в этом конкуренции. Дай Богу, чтобы художники, талавановитые все, працювали за рахунок своей творческой работы. И эта галерея, дай Богу, чтобы она в этом и помогла. Оценить и приобрести работы юных художников сегодня может каждый запорожец. Скоро свои картины обещает представить и сам Антон Шеретов. Напомним, галерея «Артель» открылась в районе улицы Столиваров.